Всем привет! Наконец-то я могу рассказать, что мы сделали за этот год на участке, какие были изменения, что мы добавили, какие проблемы, с которыми мы столкнулись и каким образом мы их решили. Также расскажу про несколько интересных нововведений и, конечно же, поделюсь информацией, в какую стоимость суммарно мне встал данный проект. Поэтому авансом лайк, подписываемся на канал и не забываем, что внизу в описании есть ссылка на телеграм-канал. Там я более оперативно делюсь всей информацией, что вообще происходит. А мы начинаем. Так, давайте начнем с самого важного. Это дровяник. Его мы сделали этим летом, можно сказать, наконец-то, потому что была постройка бани. Мы никак не могли найти время, чтобы это сделать. Ну, его вот тоже чуть-чуть надо доделать. Поставить листы, чтобы окончательно закрыть. Размер дровяника, значит, 6 в длину, в ширину, не важно, 6 на 2. Выноски получается по 20 сантиметров с каждой стороны, чтобы была такая своеобразная защита от дождя и ничего туда не капало, не промокало. Для чего это нужно? В прошлом году я покупал дрова, которые были камерные сушки в сетках, и это по стоимости выходило 200 рублей за сетку. Топка одного чана, это выходило 5 сеток, соответственно, 1000 рублей. Вот, ну, потому что камерные сушки, они стоят дороже всегда. В сетках удобно было измерять. Но, если брать обычные дрова, они гораздо дешевле. То есть, я сейчас плачу где-то 2 250 за 1 кубометр. Дрова – это одна из важнейших составляющих частей обеспечения в доме дополнительных услуг, таких как баня и таких как чан. Особенно чан жрет как не в себя. Поэтому дровяник мы сделали где-то на 20-24 куба, он получается плюс-минус. Вот, этого должно хватить, ну, на 8 месяцев точно. Баня поедает совсем чуть-чуть, дровяник, конечно, много. Баня – наш долгострой, потому что Биба и Боба попались на строительстве. Но ничего, был человечек, который все это приехал, проконтролировал, исправил вопрос, сделали все четко. Значит, покажу вам баньку внутри. Вот еще надо эти кусочки дерева докрасить. Все остальное, в принципе, готово. Ну, по чуть-чуть еще, конечно, будем дополнять. Повесил такие замечательные ретро-светильники, это надо просто отмыть. Вот, времени не хватает, дом все время загружен, поэтому чисто по возможности приезжаем и все делаем. Значит, прекрасный, прекрасный аромат внутри дерева, веников, прям кайф. Так, поставили печку, мощная печка, какая-то гриль-лонг, не помню точно название, по стоимости там 150 тысяч вышло со всеми комплектующими. Вот, заложили обязательно камнем, сделали обливалку, куда же в бане без этого. Вот, сама баня сделана из термоосины, здесь тоже камнем сделали. И сама печка где-то за час, вообще без каких-либо проблем, прогревает до 110-120 градусов. То есть, на там 6-8 дровишек. Вот, баня, очень важный элемент. Вот, люди прям в восторге от бани, пишут, что классно, топит максимально круто, можно реально хорошо пропариться. Ну, и делали ее отдельно, чтобы была комната отдыха, чтобы можно было посидеть компанией. Комнатой мы еще занимаемся. В дальнейшем буду делать такую кроватку с настилом, чтобы можно было попариться в банке и потом прийти лечь отдохнуть. По поводу территории возле дома, вот, все наконец-то отсыпали, переставили чан, под чан тоже много чего насыпали, но в планах буду сюда еще класть плитку, ну, каменную, вот, мангал, великолепно себя зарекомендовал, костровая зона, сразу выход в лес. В общем, все просто великолепно. По дому, вот, докупили стулья. В доме тоже добавили несколько элементов. Небольшой такой рум-тур. Сейчас гости уехали, плюс мы тут занимаемся ремонтом, поэтому небольшой срач есть. Вот. Добавили полочки, столик, тумба, вот. Именно, именно чем мы занимаемся в доме, это как раз таки и есть проблема, которую мы решаем. В прошлом году, значит, когда прокладывали сантехнические трубы, их проложили под домом. Поставили туда греющий кабель. Кстати, вот, сейчас их разбираем. Вот. Прикрутили на них, значит, греющий кабель, все обмотали, все сделали как надо. То есть, зиму они пережили, пережили, притом вообще великолепно. Нормально. То есть, даже включаешь воду, а вода оттуда теплая идет сразу, потому что настолько сильно греет кабель. Но это является и минусом, потому что очень большой расход. И по подсчетам точно не помню, но где-то около тысячи рублей в месяц это уходило только на обогрев двух труб. Это горячая, холодная вода, которая проходит на кухню под домом. Вот. В этом году мы готовимся к зиме более основательно, поэтому сейчас приехал Александр. Кстати, он тоже ведет YouTube-канал. Ссылочка на него тоже будет в описании. Вот. И мы перекидываем трубы, чтобы они были не под домом, и их надо было обогревать, а в доме. То есть, я изначально так и хотел, но почему-то предыдущие сантехники сделали по-другому, сказали, что это будет лучше, надежнее. В общем-то, если где-то почитать, действительно все делают так, потому что это не видно для глаз. Вот. Можно заложить в самом доме, но если вдруг где-то прорыв, где-то что-то произойдет, вы туда уже не подберетесь. Поэтому нужно делать что-то более, как сказать, упрощенная какая-то версия должна быть. Короче, сейчас мы здесь прокинем трубы на кухню, горячая, холодная вода, и также сделаем зимний кран для чана. Он будет выходить вот где-то здесь, и, собственно, сам чан, чтобы не надо было далеко тащить шланг, потому что всю прошлую зиму у нас вывод воды был в санузле. Сейчас подойду, покажу. И из-за этого вот здесь 25 метров шланга, короче, использовалось. Хотя, ну, из 25, ладно, тут нужно где-то 20. Вот. Вот здесь, вот здесь у нас был вывод воды, и, соответственно, зимой надо было прикрутить, надо было дотащить шланг досюда, чтобы наполнять чан. Из минусов, это же зима, там все мерзнет, и каждый раз надо было этот шланг сматывать, убирать в бытовку для того, чтобы он не замерз, потому что если он замерзнет, это все жопа. Ну, и в связи с этим у меня было по две пары шланга, чтобы вот одну как раз можно было, если вдруг что оставить, забыть, вторая лежит в доме. Естественно, он быстро портится. Вот. А в бытовке у меня установлен, значит, зимний кран, такая штука, которая зимой не замерзает. И вот сегодня мы тоже переделаем и сделаем зимний кран для того, чтобы зимой... Короче, ну, вы поняли, да, посыл уже. В общем, сантехника, это одна из очень важных тоже вещей в доме, поэтому продумывайте ее сразу заранее. Так. Вот у нас тут такая разводочка стоит. Вот. Саня, подписываемся на канал. Значит, что мы переделываем? Это отключаем, протащим наверх. Вон там уже есть отверстия. Потом они пойдут вот здесь вдоль плитки сверху, ну, так как здесь высоко 2,8, где-то высота 2,7, это будет даже незаметно. Дальше они пройдут вот здесь по потолку, опускаются вниз и выходят в кухню. Вот, выходят в кухню, здесь будет стоять тройник для того, чтобы горячая вода сразу в кран, а тройник на холодную воду как раз на кран и на дальнейший выход для чана. Вот. Да, пока бардак, конечно, тут красиво не показать рум-тур, но мы это исправим. Обязательно все это сделаю. Вот. Значит, суммарно, суммарно, уже полтора года, как стоит этот дом, и мы постоянно делаем, добавляем какие-то наполнения. Дом сдается, если прям нормально, конкретно, где-то полгода, полгода, да, то есть мы вот в январе нормально вышли на рынок. Ой, не в январе. Да, в январе, где чисто на Новый год забронировали, и потом с января, короче, вот все пошло. Пошло все очень хорошо. Опять же, разные отчеты я пишу в телеграм-канале у себя, ссылка, напомню, в описании. И сколько же весь этот проект мне обошелся. Вот именно если мы берем сюда участок, постройка дома со всеми коммуникациями, со всем наполнением, баню, то есть была построена баня полностью с нуля. Потом здесь же идут все подсчеты, как типа дровяник, подсчеты по выравниванию участка, по изготовлению дорожки, там рабочая сила, материалы, бытовка, скважина. Значит, здесь подсчет идет именно работы и материалов, именно для строения. То есть, на всякий случай, вдруг, если будет такой вопрос, типа дрова я не считаю, расходники не считают. Только то, что было сюда потрачено для того, чтобы все стояло. И та-да-да-да-да-да-да-дан, пиши в комментариях, какую сумму ты думаешь. Ну, а по факту, а, кстати, забор, 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 это очень дорогое удовольствие. Но если ставите, ставьте откатные ворота, это прям очень крутая тема. Здесь будем парковку, кстати, тоже расширять. Но вернемся к цене. Это где-то 9,5-10 миллионов. Да, да, это такие огромные затраты вышли, потому что надо было сделать скважину. Дом я еще, кстати, очень дешево построил. Сейчас на рынке предлагают подороже, но я строил за наличку, поэтому за наличку всегда есть что-то более дешевое. Вот, такая вот вышла сумма. Кто-то может верить, кто-то может не верить. Но когда столкнетесь с постройкой, вы это поймете. Плюс много разных факторов, да, там глубина скважины есть. Какой участок? Мне повезло, допустим, дренаж делать не надо. А если делать дренаж на этот участок, 23 сотки, это добавляйте еще плюс 500 тысяч. То есть, поэтому у каждого, конечно, будет получаться своя сумма, но скажу однозначно, это того стоит. Это того стоит. Когда пишут классные комментарии, отзывы, что мы сюда вот подошли с душой, все вот классно сделали, провернули. Это того стоит. Вот, поэтому подписываемся на канал, задаем вопросы, чтобы хотелось более подробно узнать, на что можно рассказать. Впереди еще заготовлено несколько видеороликов. Так что будем с вами на связи. Нажми колокольчик, чтобы не пропустить. Всем пока!